Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. 3 августа и давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели обновление локальных максимумов, доходили до отметки 1.19 и на текущий момент тенденция на укрепление по данному активу остается в приоритете. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы 2 и 1 августа. Это область 1.1786. Уход ниже данных уровней вернет нас к коррекционному движению по паре евро-доллар и завершение данной коррекции вновь позволит присоединиться по данной паре в сторону уже основного тренда. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свой рост. Вчера также обновили локальный максимум, доходили до отметки 1.3250 и тенденция на укрепление также сохраняется. Ближайший разворотный уровень располагается также на минимальных значениях 2 и 1 августа. Это отметка в области 1.3189. Пара австралийский доллар и американский доллар пока не может подтвердить продолжение в краткосрочной тенденции укрепления. Сегодня с утра мы видим уже уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, что в свою очередь нас возвращает в рамках краткосрочного таймфрейма к нисходящей коррекции. Но пока пара остается выше отметки 78.76 в рамках среднесрочной и долгосрочной тенденции у нас все-таки пока приоритет к покупкам. Поэтому если говорить о возобновлении сделок на покупку по данному активу, то здесь как минимум нужно дождаться обновления локальных максимумов, которые были зафиксированы вчера, и уже после этого искать интересные точки для присоединения по данной паре. Возможно, коррекция продлится чуть дальше. Будем отслеживать, смотреть в течение нескольких дней и корректировать. Пара американский доллар и японская иена пока находятся в рамках восходящего коррекционного движения. Вчера обновили локальные максимумы. Ближайший разворотный уровень для продолжения продаж находится на минимальных значениях, которые были 1 августа, отметка 109.91. Примерно такая же ситуация с парой американский доллар и канадский доллар. Сейчас мы видим, что доллар укрепляется. И на текущем момент тенденция на укрепление краткосрочно по данному активу также продолжается. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. Это область 1.25.32. Закрепление ниже данных уровней вернет нас к продажам по данному активу. Пара еврофунт продолжает укрепляться. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях 1 августа. Это отметка 89.21. Вчера также обновили локальный максимум, поэтому пока подтверждение было на укрепление по паре еврофунт. А вот золото сегодня с утра уже пытается обновить минимальные значения, которые были вчера. Это отметка 1262 доллара за тройскую унцу. Если активу удастся закрепиться ниже этого значения, то уже вероятно начало коррекционного нисходящего движения по данному инструменту. Поэтому пока, если говорить о покупках, то здесь необходимо дождаться завершения дня, а лучше дождаться закрытия пятницы, так как в пятницу выходят важные данные по США каждую первую пятницу месяца. Non-Farm Payrolls, которые могут внести коррективы в движение на рынке. По нефти марки Brent мы видим продолжение нисходящего коррекционного движения. Хоть вчера нефть и скорректировалась до отметки 52.64, но обновить локальный максимум 1 августа пока еще не смогли. Поэтому тенденция в рамках краткосрочного таймфрейма остается на снижение. Возврат к покупкам произойдет в том случае, если пара уйдет выше максимальных значений, которые были 1 августа. Это отметка 53.18. Ну и по индексу DAX тенденция нисходящая сохраняется. Среднесрочный уровень находится на отметке 12.341. Пока торгуемся ниже данного уровня, среднесрочная тенденция идет на ослабление. Ну и сейчас мы видим уже попытки обновить минимальные значения, которые были вчера. Полноценное закрепление ниже уровня 12.150. И в рамках краткосрочного тренда вернет нас к продажам. Ближайшая цель по движению это 12.080. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы пишите под этим видео. И увидимся на наших следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.